Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских футболистах. И сосредоточимся на Данииле Фомине, который недавно попал в сборную России, который сейчас является настоящим открытием нашего чемпионата и который сейчас, по слухам, может отправиться в серию А. Ну, точнее не сейчас, а через некоторое время, когда откроется трансферное окно, но определенные слухи и сообщения идут уже прямо вот сейчас. И хотелось бы отметить, что с первого агент футболиста заявил, что им интересуется итальянская команда, которая регулярно продает своих футболистов в топ-клубы. И уже тогда многие догадались, что речь идет про Удинезе. Ну, а на днях Шамиль Газизов, руководитель спортивной части Уфы, руководитель футбольного клуба фактически, заявил о том, что да, есть интерес со стороны Удинеза к футболисту Фомину. Поэтому давайте поразмышляем об этом возможном трансфере и узнаем в частности, что думают итальянские фанаты касательно данного игрока и его возможного переезда в Удинезе. Я зашел в Твиттер, Фейсбук и другие соцсети и подобрал здесь самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас, конечно же, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Хочу напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать на ставках. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике проходимость прогнозов более 90%. Так что, не теряя ни минуты, заходите в телеграм-канал, ссылка в описании. Энрико Монтанаро написал. 23 года ему уже. И он до сих пор не провел ни одного матча в составе сборной России. Мне кажется, он не подойдет уровню серии А. Если мы продолжим покупать таких футболистов, то скоро реально отправимся в серию Б. Ну, я думаю, вы знаете, Удинеза сейчас стоит на краю пропасти. Они боятся за выживание. Пока что находятся выше зоны вылета, но там все на тоненького. И если чемпионат продолжится, там всякое может произойти. В общем, здесь такой скептицизм по отношению к трансферной политике Удинеза у местных болельщиков, он вполне себе обоснован. Алессандро Симончини. Наверное, не случайно, что эти слухи появились сразу после того, как сообщили о возможном трансфере Мандерагоры в Милан. Ну, Мандерагора – это центральный хавбек, поэтому здесь многие считают, что вот Фомин как раз может стать заменой для этого игрока. И хотелось бы отметить, что Мандерагора, в принципе, талантливый тоже парень, но как-то вот раскрыться пока Удинеза не может. Поэтому даже сейчас им далеко не все здесь довольны, далеко не все болельщики. Марко Кьеви в ответ написал, если мы заменим Мандерагору на футболиста из России, то я, несмотря на карантин, выйду и закидаю помоями офис клуба. На что Марко Павия написал, ты так говоришь, как будто Мандерагора – это новый Пирло. Но распиаренный средний футболист, не более того, зачем за него заплатили 20 миллионов, я вообще не пойму. Если мы сможем отбить вложенные в него деньги, продав его в Милан, а взамен купим двух-трех новых футболистов, я буду доволен. Русский игрок сейчас смотрится не самым однозначным вариантом для усиления. Но давайте дадим ему шанс. Если уж мы взяли македонского футболиста, почему не взять российского? Сборная России, как-никак, смотрится посильнее македонской. Ну, не всех футболистов стоит мерить уровнем их национальной команды, бывали разные ситуации. И хотелось бы отметить, что на данный момент, конечно же, македонские футболисты не представляют такую серьезную силу на европейском уровне. Но они традиционно много играют в Италии, и поэтому они неплохо адаптированы к местному футболу. Поэтому нападающий, по-моему, нападающий в Удинезе из Македонии, он, конечно, обладает определенным преимуществом над нашим футболистом Фоминым, которому еще предстоит привыкать к новому чемпионату. Андраэ Сеттини. Русские в большинстве случаев не смогли сгрепиться в итальянских командах. Не думаю, что нам стоит рисковать, подписывая футболистов из этой страны. Франческо Карпентерия. Уже проходили, ребят. Был у нас один талантливый русский. Купили его из Ювентуса. Потом не знали, куда бы его продать. Ну, имеется в виду Виктор Будянский, если кто вдруг забыл. Был такой футболист. Достаточно талантливым считался. Куплен был у Динеза за 3 миллиона, но так и не раскрылся. Зато попал в сборную России, что тоже неплохо. Джорджи Ди Фьорро написал. Многие сомневаются в этом Фомине, но тут есть интересная деталь. Он играет на позиции оборонительного центрального хавбека в команде, меньше которой в чемпионате России пропускает только Зенит. Так что не стоит его недооценивать. Ну и, кстати, так оно и есть. Уфа одна из самых непропускающих команд нашего чемпионата. На что Лоренцо Нобили написал. Сомнительное достижение. Российская лига слаба. И тот же Зенит в Лиге Чемпионов провалился. То, что игрок хорош в России, ни о чем не говорит. Чемпионат в этой стране чуть сильнее нашей серии Би. Ну что ж, постоянно нас сравнивают со второй по силой Лиги Италии. Это как-то даже, знаете, немножко печально. По-моему, наш чемпионат поприличнее, чем серия Би. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение о возможном переезде Фомина и о возможной его карьере в Удинезе. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка будет в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать мой канал, то можете сделать это финансово. В описании есть реквизиты нашего Сбербанка и нашего Яндекс.Кошелька. Мы обязательно упомянем вас в ближайших видео, если вы нас так поддержите. Ну и при этом вы можете поддержать нас, оставив комментарии с пятью и более словами. Таким образом, это поможет нашему видео попасть в рекомендации. Всем еще раз удачи, всем пока. Спасибо за внимание.